Это видео со всепогодной камерой, снимающей Большой Москворецкий мост круглосуточно. С точностью до секунды на нем зафиксировано преступление. Качество съемки невысокое, но машины и силуэты людей видно. Обычный московский вечер. На мосту еще много автомобилей и прохожих. 23.30. Эти двое, предположительно Борис Немцов и его спутница, идут в сторону Болотной площади. Медленно их нагоняет снегоуборочная машина. В 23.31 кузов грузовика скрывает их от камер. Спустя секунду еще один человек выбегает оттуда на проезжую часть, быстро садится в автомобиль и уезжает. Снегоуборочная машина останавливается в нескольких метрах от места происшествия. Там остается лишь один силуэт, предположительно спутница Немцова. Затем она подходит к водителям и несколько минут находится за снегоуборочной машиной. По мосту по-прежнему ходят пешеходы. Одни проходят мимо, как ни в чем не бывало. Другие, заинтересовавшись, останавливаются. Один человек, осмотрев место гибели Немцова, подбегает к снегоуборочной машине, около которой находится девушка. Затем возвращается к телу погибшего. В 23.35. Здесь останавливается первый автомобиль и спустя несколько секунд уезжает. Девушка возвращается к месту преступления. Подходит еще двое. В 23.37 мимо пролетает еще один автомобиль. Резко тормозит и возвращается. Какое-то время стоит напротив места действия. Двое людей внезапно убегают под мост. Подъезжает третий автомобиль и затем обе машины уезжают. Девушка остается одна. Мимо проходит еще один человек, как будто ничего не замечая. В 23.42 на место преступления прибывает полиция. Из-под моста появляются двое. Предположительно, те самые, что убегали. Вопрос, зачем? Эксперты уверяют, это было не лучшее место для убийства. По крайней мере, профессиональные киллеры в людных местах предпочитают не работать. Хотя само действие выглядит спланированным. Об этом говорят исследователи, которые частично восстановили картину произошедшего. Немцов со спутницей поужинал в ресторане. Затем они отправились прогуляться под дождем по ночной Москве. Скорее всего, домой к политику, который жил на Малой Ордынке. По данным следствия, преступники знали этот маршрут движения и следили за ними. Красная площадь, Васильевский спуск, Большой Москворецкий мост. Человек, который выбежал из-за снегоуборочной машины и уехал на попутном автомобиле, скорее всего, прятался на лестнице, что ведет под мост. Она как раз находится в этом месте. Немцова расстреляли в упор. От полученных ран он скончался на месте. Сотрудники полиции в считанные минуты перекрыли движение и начали сбор улик. На аспальте нашли шесть гильз. По данным следствия, стреляли из пистолета Макарова. Причем патроны были от разного производителя.